Сибирская масленица, цветение моральника, алтайская зимовка. Масштабные проекты, которые жители края и гости региона уже давно полюбили. Приезжают десятки тысяч человек. И вот новый. 10 августа на Бирюзовой Катуни пройдет первый музыкальный фестиваль «Шум Катуни». Кстати, название выбрали путем народного голосования. Организовали фестиваль в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке правительства края. Не было мероприятия летнего для наших гостей, для наших постоянных туристов и для тех, кто бы хотел приехать на Алтай и увидеть для себя что-то новое и узнать что-то новое. Женя Трофимов и Комната культуры уже ворвались во все российские чарты. Дают концерты по всей стране. Именно они и станут хедлайнерами музыкального фестиваля «Шум Катуни». Впрочем, не только они. Приедет и давно живущий не в Барнауле, но его здесь помнят многие музыканты Иван Чабанов. Всего будет порядка пяти группы исполнителей. В этот раз организаторы фестиваля решили сосредоточиться на современной музыке. Но на разных площадках будет звучать и скрипка, и этномузыка. Так что выбор большой. Кроме основной музыкальной площадки планируются и другие развлечения для гостей. «В шатре будет работать, в выездной караоке, где каждый желающий сможет показать свои таланты, попробовать свои силы, заявить о себе. И по итогу мы проведем награждение вот именно самого яркого вокалиста среди всех желающих». Будет интересно и деткам. Для них организуют свою площадку. Также гостей будут вкусно кормить. В общем, организаторы продумали все до мелочей. Приехать на фестиваль можно своим транспортом или через Алтайские турагентства. Здесь ждут порядка десяти тысяч человек. Все-таки фестиваль первый, но точно не последний. Возможно, в следующем году на музыкальной площадке выступят представители авторской песни. А пока на «Бирюзовой Катуни» готовы пошуметь вместе. Это, кстати, один из лозунгов фестиваля. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.